Мы сегодня рассмотрим строки. Строка – это последовательность символов. Чтобы создать переменную строкового типа, нужно воспользоваться ключевым словом string, имя переменной, равно и в двойных кавычках строка, которую мы хотим записать. Чтобы сохранить переменной строку, которую ввели в консоли, нужно воспользоваться инструкцией console.redline. Если же мы хотим вывести строку на консоль, нужно воспользоваться инструкцией console.redline. Также мы можем посчитать для строки количество символов. Для этого нужно воспользоваться ключевым словом length. Также над строками можно совершать операции. Первая операция, которую мы можем совершать над строками, это операция сложения. Ещё называют конкатенация. Она работает следующим образом. Она берёт строку, которая стоит до знака плюс, и сцепляет её со строкой, которая стоит после знака плюс. Например, в переменную c запишется следующая строка. А если мы поменяем местами переменные, которые складываются, то у нас в переменную d запишется совсем другая строка. Заметим, что от перестановки слагаемых, в которых хранятся строки, у нас результирующая строка меняется. Также строки можем сравнивать на равенство. Либо они равны, либо они не равны. Две строки равны друг другу, когда все символы на соответствующих местах тоже равны. Например, у нас есть две строки a и b, и если сравнить их на равенство, то они не равны. И в переменную логического типа у нас сохранится значение false. А если же их сравнить на неравенство, то есть a не равно b, да, действительно a не равно b. И в переменную d, тоже логического типа, сохранится значение true. Теперь давайте рассмотрим, как строки представлены в компьютере. Как мы и сказали, строка – это последовательность символов. Все символы в строке пронумерованы, начиная с нуля. Данные номера также называются индексами. Чтобы обратиться к символу в строке, нужно найти его по индексу. То есть, если мы хотим взять первый символ в строке, нужно писать имя переменной, в которой хранится строка, и в квадратных скобках индекс данного символа. То есть, чтобы взять первый символ в строке, нужно написать s и в квадратных скобках 0. То есть, мы возьмем данный символ. Например, мы можем взять десятый символ, но у него индекс 9. И в переменную b сохранится символ l. Если же мы обратимся к несуществующему индексу, например, к индексу 10, а здесь пусто, то мы получим ошибку. Несложно заметить связь между индексами и количеством символов в строке. То есть, если мы хотим обратиться к первому символу, то мы обращаемся к нулевому индексу. Так, если мы хотим обратиться к последнему символу в любой строке, то мы можем посчитать длину строки и обратиться к индексу длина строки минус 1. То есть, в данном случае мы посчитаем длину строки баскетбол. У него длина равна 10. То есть, там 10 символов. И на консоль выведем s9. s9 равно последнему символу. Если мы можем узнавать символы в строке, узнавать или получать, то изменять в строке мы не можем. То есть, если мы напишем, что s1, то есть, второй символ изменить на символ o, то мы получим тоже ошибку. Итак, изменять символы в строке нельзя. Заметим, что нумерация в строке начинается с нуля и увеличивается каждый раз на единицу. Ничто вам не напоминает? Да, мы можем пройтись по этой строке и в переменной цикла перебирать именно индексы в строке. То есть, если мы хотим пройти по строке, то мы можем в цикле завести индекс. Начинается она с нуля и заканчивается длиной строки минус 1. И каждый раз она увеличивается на 1. В теле цикла мы будем обращаться к каждому символу в строке. Зная, как проходить по строке и обращаться к каждому символу, мы можем решить следующую задачу. Например, найти количество букв а в строке. Что мы будем делать? Мы будем проходиться по строке и каждый символ сравнивать с буквой а. Если у нас символ равен букве а, то мы будем увеличивать нашу переменную, в котором хранится количество букв а. Заметим, что вначале она равна нулю. И каждый раз, когда мы найдем символ, который равен символу а, мы будем увеличивать данную переменную. После цикла, замечу, именно после цикла у нас в переменной каунт а будет находиться количество символов а.